Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мы с Мудем купили квартиру 4 года назад. Квартира убита, через год получили деньги, сделали ремонт. Но не весь пол, двери, межкомнатные, шкаф, коридор Муд сказал, сделает сам. И вот идет уже третий год, стоят напиленные двери, встроенный шкаф, разборы, недоделанный. Меня все это, мягко говоря, раздражает. Прошу, умоляю его 3 года доделать. Ответы, я работаю, у меня релакс. Целый день бьет пиво, во выходной спит. Делать ничего не хочет, говорит, тебе на голову не капает, и ладно. На мне все хозяйство, я тоже работаю пятидневка. Дети в садик, крючки и т.п. Он в этом участие не принимает. Как до него достучаться, надоели доски и грязь дома. Последнее время стал говорить, что если я еще раз про это заикнусь, он уйдет. Как мне быть. Лишних денег нанять рабочих нет. Да и он сам знает, как и что налепил из мебели. Все ссоры, только из-за того, что он не хочет ничего делать. Как объяснить человеку, что мне важно, чтобы дома было чисто? Вы знаете, вот у меня почему-то такое очень странное чувство возникло, как будто вы довольно небрежно писали свое сообщение. И мне кажется, что тот факт, что все на вас говорит о том, что вы небрежны и по отношению к самой себе. И вот это, на мой взгляд, является принципиальной проблемой. Т.е. вы говорите, что вам важна чистота. Но при этом вы три года уже терпите ее отсутствие. Это первое. Второе. Важно донести домой же не то, что вам нужна чистота. Потому что чистота, ну, по крайней мере, в данном контексте выглядит как требование, как каприз для человека, для человека, которому это не важно. Необходимо донести до человека то, что для вас значит чистота. Вот, понимаете, разницу? Не то, что я хочу, чтобы было чисто. Но то, что для меня это именно означает, что для меня это значит. Какое значение для вас имеет чистота? Вот это очень важный момент. Дальше. Способы коммуникации. То, как вы коммуницируете со своим мужем. Воспринимает ли он вас как женщину? Потому что мне, например, показалось, к сожалению, что мужчина вас не ценит. Причин, по которым человек вас не ценит, заключается в том, что вы не цените сами себя. Если вы действуете на износ, если вы все взваливаете на себя, если вы не отдыхаете, а самое главное, не проводите с мужем время. То, где взяться ресурсу для того, чтобы вас услышать? И это приводит нас к вопросу о том, что между вами общего с мужем, помимо хозяйства? Что вас объединяет друг с другом, я имею в виду? Что вас связывает? Что у вас общего? Вот на эти вещи нужно обратить вам самое пристальное свое внимание. И дальше уже вероятно из этого, от этого отталкиваться в процессе корректирования. Вы спрашиваете, как объяснить человеку, что там и так далее, на языке чувствуешь, через я сообщение. Этому можно научиться в процессе консультации с психологом. Но помнить, что данная история не является панацеей, и что, возможно, муж вас и не услышит. Точнее, вот понимаете, вам нужно ответить на один вопрос. Понятно, для чего частота нужна вам. Но для чего частота нужна ему? Объяснить человеку значит объяснить на его языке. На его языке это означает объяснить, для чего нужно это ему. Вы можете объяснить, для чего это нужно вам, но вы не можете объяснить ему, для чего это ему. Понимаете? То есть у него нет мотивации это делать. И если мы говорим о мотивированности, то стоит обратиться к попребностной сфере вашего мужа. И узнать, а знакомы ли вы с ней? И на сколько? На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!